На столбах новенькие фонари. Всего 9 штук на пару кварталов, хотя Валентина Ивановна просила 3. Ровно столько сама и купила. В этом доме она живет около 35 лет. Уже тогда столбы стояли пустые, а напротив кладбище. Ну все равно, знаете, как-то жутко. А я тут проживаю. В середине января текущего года Валентина Ивановна обратилась к главе города. Юрий Поляков дал поручение решить вопрос в кратчайшие сроки с учетом положенных по закону конкурсных процедур. До 8 марта. Мы приходим и на 8 марта говорим, вам подарок, горит цвет. Уже к 1 марта работы на Комсомольской были завершены. Юрий Федорович, понимаете, стоит на своем месте. Я очень благодарна ему за вот его вот такую вот ответственность, понимаете, к народу. Он так любезно ко мне отнесся, понимаете, с таким вот трепетом и любовью, что он именно на своем месте находится. Проблема уличного освещения в постоянно растущем населенном пункте одна из наиболее острых. Вместе с тем закон ужесточили. Теперь нельзя просто подключиться. Обязательно нужен счетчик, договор с энергетиками, а также проект. Чтобы начать проектирование, нужны деньги. Их будут предусматривать в бюджетах на последующие годы. Из личного запаса Валентины Иваловны в ход пустили только один светильник. Остальные 8 выделила администрация. Еще два ждут своего часа. И хозяйка готова отдать приборы при условии, что их установят. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.